Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амиго, да и сегодня у нас реакция на нереальные оптические эффекты в 3х-литровой баночке. Погнали посмотрим в 3х-литровой банке. Я 3х читаю. Ладно. А здрасте! С вами Даня Крастер. Сегодня у нас в программе доморощенные эксперименты, настольное изобретательство и всякие прочие приколюхи. Я надеюсь, вы обратили внимание на дисклеймер, который был перед видео. Это очень, очень и очень небезопасно. Можно сказать, варварски небезопасно, если вы будете заниматься такими штуками без соответствующего допуска и знаний по высоковольтным составляющим. Я, если честно, очень ненавижу фразу... Я родился слишком рано, чтобы исследовать космос. Я родился слишком поздно, чтобы исследовать Землю. Сейчас практически вся наука уперта, носом прям роется, копошится в этой сфере. Квантовая физика, мать вашу, очень сложная штука. Но сегодня мы посмотрим, как оно все вообще устроено, как работает и что мы можем добыть из этих ваших квантов с обычной консервной банкой для солений. На столе вы видите ряд всяческих штуковин, непонятных. Единственное, что вы могли заметить, это вакуумный насос. Он уже появлялся в видосах. И с помощью... Стоямба. С помощью него мы будем откачивать воздух из вот этой вот емкости. Есть еще и другая емкость. И у нас вообще сегодня очень много всяческих приколов. Пойдем по нарастающей и попробуем сделать самостоятельно, сделать банку... Ну, не с неоном, конечно. Как оказалось, неон добыть достаточно сложно. Но мы сделаем светящуюся банку своими руками. Заодно посмотрим, как оно все вообще работает и из чего устроено, почему светится и так далее. Так, я не понял, а че такое на объективе? Пора сделать защиту для камеры. Хорошо, не царапина. Ну че, продолжаем? Реклама викингев, да? Дань, тут что-то не так. Так ты объектив протирай чаще. Наберут по бересте. Че, люди. Так, на чем мы остановились? Викинги это игра. Я так и знал. Пора чай викингов по моей ссылке в описании под этим видео. И получай 200 голды и бесплатный щит. Ну че ты там возишься? Давай, давай, погнали. Значит, вакуумный насос отсасывает воздух из банки. И также вы можете заметить, вот здесь установлен специальный электрод. Хрен знает из какого материала, но он позволяет зажигать газ, который находится внутри этой емкости. Газ в этой банке будет зажигаться разными, совершенно разными штуковинами, напряжение которых составляет от 2000 вольт и вплоть аж до 20000 вольт. Это в 100 раз больше, чем в вашей розетке бытовой. Нифига себе, нифига себе. Для начала наших экспериментов я хотел бы попробовать на чем-то стопудовом, будет ли работать вся наша схема. У нас есть специальная неоновая лампа, которая юзается в изготовлении всяческих неоновых вывесок. Здесь вы можете заметить, также есть два электрода по бокам, внутри дна нет, а вверх запаян. И вот в этой вот колбе должен появляться разряд видимой свечения, то бишь. Я хочу начать, пожалуй, с нее, а потом мы переключимся на более интересные домороченные штуки. Чуть не упала. Вот эта плата добыта из старого телевизора, который сейчас уже практически не используется. Она была в большом пузатом телевизоре с кинескопом. Здесь есть блок чересрочной развертки с напряжением, который выдает напряжение примерно 15 тысяч вольт. Плюс вся эта штука, она еще выдает переменный ток, поэтому, типа, очень интересно посмотреть, что сейчас будет в самой колбе. Сама колба уже запаяна, то есть она вакуумирована, в ней нет воздуха и в ней находится газ, который необходим для освещения. Это не он. Давайте включим и посмотрим. Ох уж эти ваши эксперименты. Одеть на чечи. Ээ, что-то не работает. А, во. О, что-то происходит. Сам газ начал светиться, но еще она начала издавать сучий комариный писк. Все работает, два электрода, через них проходит дуга, поджигает газ, лампа светится. Я не хочу говорить, что можно использовать всякие вот эти вот штуки, которые вы добыли из старой техники, и это безопасно. Само колбу и источник питания. И два электрода, которые подходят с разных сторон, чтобы внутри загоралась дуга. Соответственно, чтобы нам нагнать светяшку в банку, запереть там наши фотоны, законсервировать, нам надо использовать также вакуумный насос, чтобы откачать кислород. Но это еще не все. После того, как вы откачиваете кислород, наш насос может справиться со средним или даже, по-моему, высоким вакуумом. Ну, он такой уже побитый жизнью, там, техосмотр давно не проходил и так далее. Когда мы включаем вакуумный насос, у нас воздух откачивается из вот этой вот замечательной емкости. Затем мы включаем источник питания. Мы сможем заметить небольшую дугу, которая пробивается через остатки молекул, которые мешают ей распушиться, стать большой и светящейся. Затем остатки кислорода и прочих газов, которые содержатся в атмосфере, у нас выжигаются. Мы включаем еще раз вакуумный насос, еще поддаем CO2-шке. И все это дело контролем, ну, не манометром, кто написал манометр, вакууметр, он же от нуля до минус 100 у нас показывает. И вот играемся вот этими вот штуками. Отсасываем вакуум, блядь, досасываем насосом, поддаем газы. И в итоге у нас должна образоваться большая, хорошая, такая пушистая плазма. Нормально. Это четвертое агрегатное состояние. Мы знаем, что есть твердое, жидкое, газообразное. А вот тебе, Нати, вот, пожалуй, эти плазма и хер знает, что с ней делать. Вот она есть, и все. Практически чистая энергия. Пойдемте заценим. Собственно, вся эта теория без практики полное дерьмо, как и наоборот. Значит, начать я предлагаю с вот этой вот замечательной литровой банки. К ней мы прикрутим блок розжига ксенона автомобильный, одна штука. Соответственно, один контакт к одному электроду, второй контакт к другому электроду. Сразу же после этого мы начнем отсасывать давление, отсасывать воздух из этой банки и посмотрим, что произойдет. Включаем насос. Вакуум в банку пошел, мы оставляем насос. После этого я хотел бы посмотреть, что произойдет. Включаем напругу. Так. Ничего особенного. Ладно, давайте немного подбавим углекислого газа. Блять, многовато было, ну ладно. Сейчас будем ловить неустойчивую дугу. Ну, вы видели, чуть-чуть, чуть-чуть зажглась. Давайте попробуем еще напустить. Еще разряжаем. Оп, загорелось чуть-чуть. Уже что-то. Мы уже видим фотоны. Блок розжига ксенона не очень хорошая штука, чтобы применять ее здесь. Поэтому мы ее сейчас будем менять тоже, в принципе, на штуку, которую просто достать. Но у нее уже гораздо выше ток. Вырубаем вакуумный насос. И в ход у нас пойдет трансформатор из микроволновки. Недурно. Срезвычайно опасная вещь. Как трансформатор. Ток очень, высокое напряжение. Я думаю, сейчас вам будет все понятно. В Америке периодически умирают школьники, которые пытаются собрать лестницу Якова. Поэтому сейчас вообще без шуток, чуваки. Это реально очень опасно. Высоковольтный шашлык, лестница Якова и всякие прочие фигуры Лихтенберга на дереве. Очень-очень опасная вещь. Так что пудьте аккуратны. Ну а выбор продолжает. Вообще, вообще со всеми такими делами, со всеми вот электричеством надо быть в принципе очень аккуратным. Соблюдать правила техники безопасности. Затем подключаем все эти пироги к нашим электродам. Как я могу заметить, в банке у нас еще вакуум, ничего не травит. Все замечательно. Включаем розетку. Включаем обратно насос. Откачиваем остатки и включаем нашу штуковину. Рановато. Включаем нашу штуковину и посмотрим, как у нас разряд шеволится в воздухе. Офигеть! Вакуум метр показывает минус 100. Замечательно. Включаем. Бе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Что делать? Ух ты ж, блядь. Что за хуйня? Морган Фриман. Мне кажется, сейчас электротрот расплавится. Вот там дым какой-то. Может, еще раз включить? Бе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Круть. А, эпоксидка закипела, начал пропускать внутрь. Блядь, что-то трескается. Блядь, все порушилось. Но чтобы просечь саму суть, нам придется обратиться к другой схеме. Более точный с физической стороны Но здесь она, конечно, не точная Что по факту происходит? Это же... Вот она, вот она, пожалуйте Вот она, квантовая ебень Газ, который там находится, неон, гелий, аргон Любой инертный газ, насрать У него электроны летают по своим орбиталям И ему, короче, ок, он вообще такой, типа, стабильный весь дофига После того, как мы подключаем высокое напряжение Один, ну, к примеру, один из вот этих вот электрончиков Получает дополнительную энергию Вылетает на другую орбиталь На этой орбитале ему тусить, ну, вообще не вариант Он там, короче, как на голимой вписке Чувствует себя некомфортно и такой Хочет побыстрее свалить свой интровертный мир В тот момент, как он такой решает Ааа, ну, в пизду вашу тусовку сваливает Он излучает кусочек света Фотончик И этот фотон попадает нам прямо в глаз Поэтому мы его видим И именно таким образом, буквально все на пальцах Газ начинает светиться в колбе Пойдемте веселиться Соответственно, я хотел бы начать с настоящего трансформатора для неоновых вывесок Который предназначен для того, чтобы зажигать неон в колбах Который мы рассмотрели с самого начала И у него, кстати, 8 тысяч вольт То есть 8 киловольт Это немного меньше, чем мы будем использовать в дальнейшем Включаем насос, пусть он откачает Так, минус 100 у нас есть Закрываем насос И включаем трансформатор Что он нам покажет? Бзяааа Маленькая дуга Сейчас дуга достаточно тонкая И она находит путь в среде нестабильных молекул Броуновского движения Какой-то один небольшой путик себе выбирает И по нему и тусуется Поэтому она такая тонкая Сейчас я немного подшаманю все это наше устройство Закрываем насос Открываем банку И чуть-чуть поддадим газа до минус 40 Поддали углекислого газа Б 후яааа И мы получаем какие-то адские волны И дугу уже более распушенную То есть у нее есть место Где она может свободно прокладывать себе путь Где электроны могут получать Как музыкальный спектр, наверное, да Вот это, когда музыка играет Такие волны похожи чем-то энергию на одном пути большой объем хорошо светится мне это уже нравится а сейчас я хотел бы немного поэкспериментировать с этой штукой закрываем открываем добавляем углекислого газа а алфа пошла мистер фриман каскадный резонанс не ждет откачиваем давление дуга выравнивается блин айс ладно давайте сделаем бегающую дугу не как иначе сейчас хэдкрабы полезут вот серьезно о-о-о-о-о-о ништяк а все пропало надо добавить вакуума и в принципе вот так вот играясь с параметрами разреженности и количество газа можно добиваться совершенно разнообразного эффекта на дороге никого пушка обзавестись ладно это все очень круто но давайте повысим градус веселье трехлитровая банка еще больше мощи еще больше тока и новый трансформатор новый большой мощный трансформатор новая банка подключаем эти пироги и у нас в принципе те же самые операции откачиваем добавляем газа откачиваем зажигаем по большая дуга кайф добавим газу я вот если честно хочу чтобы у меня загорелась вся банка чтобы она была такая интересно получится ли это сделать что мы можем поменять еще мы можем еще поменять трансформатор еще поменять газ еще добавить паров металла внутрь как вам такое короче говоря играя с количеством углекислого газа внутри можно смотреть на различные эффекты на вот эту вот пижню вообще непонятные какие-то волны космические блин трансформатор из микроволновки 2000 вольт два киловольта то бишь но у него огромный ток не связывайтесь если вы не имеете допуска или вообще не шарить и полностью как с этим работать это очень опасно это смертельно опасно можно отъехать выключаем свет и врубаем что-то начало трещать и достаточно цикотно так я буду периодически отключать чтобы у нас все это дело не лопнуло потому что греются электроды просто сатанически мы поменяли трансформатор мы поменяли газ углекислого на аргон давайте играться с ним потому что банка уже начинает дымиться вакуум пошел включаем чертова плазма в банке вот сейчас начинает по идее гореть аргон отваливает мы что-то что-то там от банки начинает уже отваливаться серьезно к бога грани что-то у нас пошло не по плану этот трансформатор слишком сильный мы оставим его на самый конец чтобы разбить банку с помощью него надо же немного трешануть сейчас мы вернем предыдущий трансформатор продолжим эксперименты здесь разный цвет газа разные какие-то эффекты можно наблюдать близко к горлышку и выглядит просто охренеть как круто но мне этого мало сейчас мы пустим ход градусник потому что это единственный способ дешево и безопасно относительно добыть ртуть как только внутрь этой штуки попадает ртуть металл в вакууме начинает парить и здесь уже используются электроны самой ртути а ежели у нас используются электроны ртути получается совсем другая длина волны высвобождающейся энергии соответственно у нас спектр вот этого свечения уходит в ультрафиолет а это уже опасно и жестко ну все равно сделаем мы сейчас хотели поменять заправить банку по-новому но спустя некоторое время поняли что оторваться от этой херни просто невозможно вы только зацените я такого ваще никогда завораживают сколько здесь эффектов сколько явлений ладно хватит наблюдать всяческие интересные физические явления хочу ультрафиолет получать как я уже сказал чтобы нам получить ультрафиолетовый спектр нам надо всего-навсего добавить какой-то парящий металл внутрь этой банки и в этот раз это будет ртуть все операции те же самые но в итоге мы должны получить ультрафиолетовый свет под ультрафиолетом я стоять ну вообще никак не хочу и сейчас даже накрою оператор какой-нибудь фанерой и опоры пошли мы сейчас тут еще и парами через него будем дышать да на из всегда хотел долго жить зажигаем привет ультрафиолет на тебе аргону туда счета как-то сумасшедшая дуга перестань и сейчас будем ждать чё же у нас произойдет какая будет дуга чё кого она уже начала белеть желтеть и вот сейчас если вы можете заметить этих пластинок нет потому что херу знает почему если честно если что захаживаете на досуге я вам фотонов в банку отсекла суты офигеть все это конечно классно и круто но я хочу попробовать трансформатор от микроволновки он все-таки самый мощный если у нас разнесет эту банку прямо сейчас ну что финальный аккорд трансформатор от микроволновки ставим включаем и я пожалуй убегу безопасное место включая но сады в самом начале ролика потихоньку отваливался видно было что эксперимент удался все разъебался чертям а значит зачем мы имеем как итог электрод эпоксидка расплавился электрод просто сосался внутрь вот такое вот дерьмо теперь эту ртуть отсюда убирать надо будет сраной неделе если вам нравится подобное дерьмище угары по науке около наука science beach подписывайтесь на канал не забудьте поставить лайк за вот это вот дерьмо с вами был даник растер мы еще увидимся скоро пока боли серьезно серьезно это это реально очень подожди там уже не все да это не все вот она сука вот она пожалуйте вам зачем я вообще нахуй сюда полез сука я не шучу насчет оператора у вас ебало всех сгорит если она сейчас запустится как надо до пары ртути но что поделать я сам вписался в это дерьмо да с парами ртути это тут конечно проблемка своя блин это реально очень-очень крутой ролик я я никогда не видел светящиеся банки а на уроках физики так я вообще редко присутствовал собственно собственно как химии так физики и си присутствовал то либо на задней парте дрыхнул либо не вникал что там происходит а сейчас становлюсь старше становится все интереснее интереснее такие темы вот и вполне 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 это круто и качественный очень качественный контент от автора я более чем уверен что еще множество множество его видео реально посмотри вот в таких подобных ключах что ж ребята всем спасибо за просмотр подписывайтесь кто не подписан и увидимся в следующем видеоролике всем пока 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 и и и и и и и